привет друзья нас уже больше пяти тысяч спасибо вам за то что остаетесь со мной за то что пишите комментарии присылаете идеи в общем спасибо вам за поддержку в планах сегодня по этому видео розыгрыш подставки и комплекта струн а также информация по конкурсу и конечно же разбор песни которая прозвучала а в фильме назад будущее джонни бегут по рок-н-роллем сегодня поехали целиком сыграть а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за внимание. Итак, для того, чтобы принять участие в нашем сегодняшнем 5000-м розыгрыше, вам нужно написать комментарий, как обычно. Подставка. На выбор будет вам предоставлена та подставка, которую вы хотите. Подпишите подставка и номер. Если вы первый, то пишите подставка и один. Если вы второй, то пишите подставка номер два. Смотрите, чтобы номера не одинаковые были, не путались. Информация по конкурсу. Спасибо всем, кто прислал свои идеи. А идеи оказалось несколько. Для второй номинации. Для первой номинации у нас в конкурсе нужно сыграть два произведения. Первое из них Яблочко. А второе по вашему выбору. Вот такая номинация. Так она и называется. Номинация Яблочко. Но два произведения. Во второй номинации у нас такие идеи. Стиляга. Показать разные стили музыки. То есть, видимо, два произведения абсолютно разных стилей. Или в одном произведении тоже. То есть, такая вот интересная номинация будет. Концертная. Два произведения. Одно из них, которое будет крупной формы. Но это уже для более профессионалов. Свободная номинация, естественно. Полностью свободная программа. Дальше. Вокальная номинация. Одна пьеса должна быть с вокалом. То есть, вы поете под балалочку. Песню. Под ансамбль. Вот такая интересная идея пришла. У нас нашим ансамблем уже выпущено три проекта. Три. Два папури и одна калинка. В общем, вместе с ансамблем ставите на колонках какую-либо из этих вещей. Например, калинку, или рожковская папури, а также военные папури. И вместе с нами играете какую-то из этих трех пьес. Дальше. Балалайка пивунья. Пришла вот такая идея. Не знаю. Человек написал без определения, что это такое. Ну, балалайка пивунья. Вот такая идея. И также две песни в одной тональности, чтобы можно было из одной пьесы перейти в другую. Ну, то есть, папури опять же. В общем, вот эти все мы выберем чуть позже на голосование. Еще присылайте свои идеи. И полный список для голосования. В общем, ожидайте. В одном из будущих видео, наверное, уже будет. Всем, кто хочет принять участие в конкурсе, уже сейчас присылайте то, что вы уже умеете играть. Прямо сейчас берите, заливайте на YouTube, присылайте ссылку. Мы с жюри будем смотреть для того, чтобы уже вам сказать, стоит вам участвовать или нет. Почему? Потому что прислали вы вопрос, а вот для тех, кто уже уверенно себя чувствует, или тех, кто сомневается в своих силах. В общем, не сомневайтесь никто. Присылайте уже все, что вы умеете играть прямо сейчас. Мы будем смотреть и говорим, да, принимайте участие в конкурсе. В общем, не стесняйтесь, уже сейчас присылайте ссылки мне на почту. Почта в описании. Дальше. Значит, вы уже заметили, что я провожу уроки треугольной грамотности. Так что, если какие-то вопросы, пишите мне тоже в личку или на почту, куда хотите, в сообществе. То есть, в YouTube есть сообщество, а в группе есть в ВКонтакте уроки игры и так далее. Ну, а сегодня мы разбираем что? Разбираем мы сегодня вступление и темку Джонни Бигу. Для того, чтобы сыграть эту тему, я использую такой прием. То есть, я играю не просто пицциката указательным пальцем, а я специально играю ногтем. Ну, для такого, знаете, имитации электрогитары. Чистой, да? То есть, специально играю вот именно ногтем вниз. Звук получается такой очень металлический, да? Так, поехали, нотками. Все это идет, кстати, по блюзовой гамме. Урок по блюзовой гамме есть чуть раньше. Ре, фа, соль. И я играю двумя пальцами с подъездом. Си бемоль, да? Си бемоль тональность, поэтому при ключе си бемоль и ми бемоль. Можно играть так, можно так, можно двумя пальцами. Си бемоль. Ля бемоль, соль, фа, ре бемоль, ре. Си бемоль, ля бемоль, си. То же самое, та же самая кварта. Си бемоль, фа. Си бемоль, фа, соль, фа, си бемоль, до, си, соль, фа. И в фильме, значит, играет ансамбль, поэтому там гитарист делает подтяжку. На ноту фа, ну, скорее всего, от ми бемоля, но тут от ми. Можете поиграть как в фильме. А я сделал аккорд ми бемоль, мажор, но с мелодией фа. Поэтому соль, си, фа, либо просто соль, фа. Дальше си бемоль, мажор. Фа, септ. До, ми бемоль, фа. А, кстати, си бемоль, мажор. Да, си бемоль, ре, фа. Или си фа просто. Дальше фа, септ. И у нас такой пассаж. Ре бемоль, до, си бемоль, ля, соль, фа. Ре бемоль, ре бе кар. И вот здесь сложновато будет кварту поставить на ми бемоле. На ми бемоль, си. Сразу. И на ре бемоле. Си, ре, ми, ре, си. Но удобно тем, что вы просто играете. Не надо ничего здесь придумывать по вторым струнам. Те же самые лады. Да? 1, 4, 6, 4, 1. Если так, да? Я играю так. В общем, идите в начало видео. Включайте медленно. Там все понятно. В настройках в ютубе где-то вот здесь есть скорость воспроизведения. 0,75 достаточно 0,5 даже. Можно поставить даже 0,25, по-моему. Так. И пошла мелодия куплета, где поется очень простая мелодия. Фа, ми, бемоль, ре. Да, фа. Кси. До, ре бемоль. И опять фа. Так. И дальше. Гоу, гоу. Гоу, Джонни, гоу. Пошел, припев. То есть играть тут по сути нечего. Вся соль заключается в том, что большой палец меняет гармонию. Значит, поехали. Си, бемоль. Фа. Соль. Вернулись на Си. Фа. До. Это как доминант с тоника. Си, бемоль. Немножко из-за такта. Гоу, гоу. Я играю двумя пальцами. Гоу, гоу. И ответ гитары. Да. Си, си, ля, бемоль, си. Кварты. Ничего сложного. Гоу, Джонни, гоу, 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 да. Гоу, Джонни, гоу, гоу, гоу. Поскольку фа остается гоу, да, соль придется взять растяжечкой, чтобы поменялась гармония. И опять. А вот здесь ми, бемоль нужно. Потому что в ми, бемоле мы находимся сейчас. Опять. Гоу, Джонни, гоу, гоу. Вернулись в тонику. В общем, на тонике играем квартами, а вот на субдоминанте, на ми, бемоле, играем в ми, бемоле, мзи. Да. И. Доминанта. До. Значит, фа, ми, ра, си. Соло, кстати, можете сами придумать. По тому же принципу, как я показывал. Да, я здесь, наверху играл просто. Еще раз. Значит, сыграю медленно припев. Для окончания. Си, си, го, си, дре, бемоль, рэ, бе, коро. И ми, фа, ре, си. Ми, фа, ре, си. Обязательно с синкопой. И можно. Си, бемоль, мажор, ре, фа, си. Разбор получился у нас сегодня. Постарался вроде не очень сложно рассказать. Ваши идеи, ваши видео присылайте на почту, в комментариях. Пишите свои вопросы. Также идеи для других списков. Если вам нужно купить балалайку, если вам нужны ноты, пишите обязательно. Спасибо всем, кто делает переводы субтитров для моих видео. Обязательно делайте еще. И пишите об этом мне. Вам будет подарок. Пока. Продолжение следует.